Всем привет, вы на канале Вульфи Нитрич, разбираем обновление в Black Desert Mobile от 28 февраля. Сегодня немножко позже обновление я выложила, точнее уже завтра его выложила, потому что в один день вышли BDO и BDM, поэтому пришлось немножечко растягивать публикацию обзорчиков, но в принципе обновление я бы сказала так себе. Фонтан не фонтан, вот кроме нового героя, Заида, особо-то больше поговорить нечем, нет, там есть приятные правочки, но маленькие. Что? Давайте разбирать все по порядку. Ивент, в первую очередь ивенты. Сбор реликвий песчаной бури. Уничтожая врагов в измерениях Элеона, Хадума, Хаоса, Океане, Пустыне, Черном Солнце, в руинах замка и так далее, ты получаешь вот такие бури. 9 штук бурь я получила, пока была в фарме Черного Духа во время профработ. Меняешь на вот такой вот предмет, 10 штучек. Вот этот ивент, 3 раза в день, поменяв вот этот вот сундучок, ты закрываешь вот эти достижения. Накопив 3.15.21, ты забираешь вот эти достижения. Премиум журнал. Заходишь в игру, забираешь ежедневные миссии Великой Пустыни. Так как у нас вышел Пустынный Человечек, поэтому миссии в пустыне. Миссии в пустыне выполняются 1 раз в неделю. Миссии обновятся в понедельник. Свиточки на дроп. И вот такой сундучок с монетами в рандомном количестве, от 2.500 до 15.000. Фигурки теперь больше, змеючки не падают. Но можно до сих пор обменять на то, что тебе осталось. Если что-то осталось, то как бы выкинуть, если что-то не делится на 20. Ну и ежемесячный журнал для отметок. Последний день у вас есть на то, чтобы забрать последнюю награду. Или предыдущий, если там пропустили за черный жемчуг. С завтрашнего дня будет новый вент. Кстати, также не забудьте, что завтра обновляются... А, все, уже сегодня. Вы уже все, 1 января, точнее 1 марта смотрите. Так что про храмы. Про храмы хотела напомнить, но уже будет поздно. Но зато могу вам сказать, что в боте можно будет посмотреть задания на текущий месяц. То есть в дискорд наш заходишь, канал Спроси бота ищешь. Там пишешь .s английская. Как змея Хасашина. И потом пишешь храмы. Просто храмы и enter. И бот тебе даст на текущий месяц задание. Ну, если я успею поменять к тому времени, когда ты пропишешь эту команду. Потому что я обычно к концу дня 1 числа уже задания эти публикую. Также в дискорде можно группу BDM выбрать. И получать уведомление о том, что, например, новость для BDMщика. Вот, например, сегодня купон выпустили. Я этот купон над собой забыла написать. Уже не буду сейчас тратить время. Но в описании стрима я этот купончик добавлю. Не забудьте ввести. Это в честь выхода Хасашина. Точнее, это даже не Хасашина. Это, ну, типа вторая стойка. То есть это не отдельный герой. Ну и, собственно, дальше смотрим по контенту. Заид у нас, это Хасашин, с двуручной такой штукой. Может крутить вертолеты. Геймплей на любителя. Стиль тоже, анимации тоже на любителя. Песчаный такой персидский принц. Но, в принципе, герой неплохой. Билд. Вот такой билд нашла. PvP, босс раш, PvE. И хочу отметить, что слот под этого героя не дают. Поскольку это у нас Хасашин уже есть. Вот у нас Хасашин уже есть. Просто ты этому герою за донат можешь поменять свитки. Пушки. Вот. Поменять сначала стойку. А потом поменять пушки. Вот особые возможности. Смена класса. Видишь? Ты за 10 лямов покупаешь купон смены оружия пробуждения наследия. Меняешь стойку за 50 лямов. Вот это, по-моему, меняется на героя каждый раз. Один раз на героя. Дальше. Навыки извлекать, по идее. Вот вроде бы как при смене не надо менять. Потому что ты же тот же класс оставляешь. Костюмы, все такое. Уровень, функциональ. Вот это все тебе не надо. То есть смены оружия пробуждения наследия и смены героя. Вот. Но при желании, если ты хочешь с кого-то другого перекинуться, на Хасашина, то тогда покупаешь уже за вот этот вот джемчуг. Дальше. Вот такой вот билд. Фотографируйте. Также я в бота запихну этот билд. Чтобы можно было вспомнить, напомнить. Описание скиллов уже в игре. Сможете посмотреть. Фея. Фея. Во-первых, в интерфейсе добавили возможность. Видишь? Теперь вот это вот все видно сразу. То есть не надо заходить внутрь и смотреть. А что же дадут? Потом вспоминать. Так. А мне что надо? У меня лично вечно с этим была проблема. Требовалась какая-то концентрация. То есть не на автомате можно было сделать, а прямо концентрация нужна была определенная. Теперь написано вот так. То же самое и на заданиях. Когда будешь брать задание, будет написано. Вот. Видишь? Задание. И сразу написано, что дается и сколько. Также, когда у тебя вдруг фея откатывается в маленькую фею, в мелкую, недовольную, то ты можешь взять задание, где можешь получить просто 250 сияния для того, чтобы быстренько ее апнуть на этот самый. На, ну, пробудить, повзрослеть ее. Вот. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Вот. Нам дали подсказку. Я так понимаю, чтобы получить сияющую, общая сумма нравов должна быть 1710. А слепительную общая сумма нравов должна быть 2280. То есть это общая сумма нравов. Это вот это вот. Вот это вот. Вот это плюс вот это плюс вот это. Поэтому, собственно, не переживайте, что вы, например, до сих пор не получили большого уровня феи, большого класса. Вот. Что еще? Что еще? По фее все. По фее больше ничего интересного. Удалили задание на победу на аренах. Теперь эти задания просто, я так понимаю, из еженедельных вот это убрали. Теперь награды, которые можно получить за данные задания, выдаются за прохождение соответствующего контента. То есть ходишь на арену Рамоноса, накапливаешь очки, получаешь бонусы. Ходишь на рейтинговую, накапливаешь победы, получаешь. На арене Солнца за первую победу автоматически получаешь сундук. За победу с Кристаллом Солнца и Орденом Славы. Вместо вот этих заданий, которые по аренке удалили, добавили вот таких вот три задания. Но у меня в данный момент эти задания не отображаются. Вот видишь, у меня всего шесть заданий. И, скорее всего, эти задания починятся завтра. И задания вообще класснецкие. Смотри, за неделю 60 раз обновить лавку Патрицию, получишь банку энергии на три дня, 20 лямов серебра. Но, честно говоря, если ты к Патрицию не ходишь, то задание так себе. Уничтожить одного полевого главаря Фантома. То есть, Мурака Хаоса, Райтен, Грифон Ахива. Вообще, изи. Получаешь осколок измерений и лазурит. Нормально? И использование еды. Тратишь еду. В зависимости от того, какой уровень командного пункта. Вот на максимуме, да, 200 тысяч еды за неделю надо потратить. И получаешь, смотри, сундук с ресурсами. Переливающее кристальное украшение. Это, по-моему, торговый предмет для развития лагера. И набор переливающихся кристальных украшений. Это, по-моему, вот это вот для торговца. Вот. Все. Это все появится здесь. И теперь вот эти все пять заданий, точнее, семь заданий, будет намного проще закрыть для тех, кто, например, не ходит на арену. Тут вот насчет устройств, которые поддерживают приложение, тут почитайте сами. Я пользуюсь эмулятором с ПК, поэтому не могу там макбуки и прочие вот эти вот все штуки. Я в этом деле даже не очень шарю. Тут вот управление. Вот. Добавили для новичков объяснение, что такое вот эти ресурсы, например. Вот у меня есть, да, вот эти монеты. Оно такое раз. Это знаки путешественника, необходимые для изучения созвездий. Применение здесь. Вот, допустим, применение раз. И открывается созвездие. То есть вот такая шпаргалочка добавлена к материалам. Тоже прикольно. Обучение системы ничего интересного. Вот тут вот сделали отображение. Есть же в системе вот оборона спереди, супер броня и неуязвимость. Это в скиллах такие сейф эффекты. И теперь, когда ты юзаешь этот эффект, например, оборону спереди, он у тебя горит синеньким. Ой, сереньким. Видишь, базово серенький. Когда этот эффект срабатывает, он горит красненьким. Если этот эффект фейлится, то он вот так вот, видишь, загорается, перечеркивается. То есть не срабатывает. Например, пробивают твою броню и как бы тебя прокидывают. То есть оно вот так вот перечеркивается. Вот. Но это чисто отображение. Сами эффекты как работали, так и работают. Ты просто теперь будешь понимать, что у тебя пошло не так, почему тебя прокинули. Обновление. 14 марта. Нас ждут реликвии хаоса. Поэтому ось хаоса, окрады, редкие непостижимые реликвии, осколок измерений, фрагменты реликвий. Все это копим. То есть вот, по крайней мере, фрагменты реликвии я бы посоветовала вам реликвии сейчас не ролить до 14 марта. Я так понимаю, не знаю, как будет делаться реликвия хаоса. Возможно, с помощью фрагментов. Возможно, нужно будет какие-то итемы прокать. Как вот, например, для, ну вот эти кружочки мы, да, для тотема. Или что мы там? А, ну для реликвии же кружочки эти и дропаем. Вот. Скорее всего, возможно, там что-то будет прокать. Поэтому пока фрагменты я бы не юзала на вашем месте. И 7 марта изменится вход в мировых боссов. То есть теперь не надо будет бежать к телепорту, где этот босс стоит на карте. А я так поняла, что даже если у тебя портал Орели еще не доступно, автопрохождение, то ты просто через портал Орели будешь заходить к обычному мировому боссу. Если я правильно поняла, 7 марта. То есть больше не надо будет бегать к, там, плавать. Если у тебя не открыт портал Орели, это касается новичков. У тех, у кого знания на босса меньше 20, вроде как. И все. В магазине, в магазине, в магазине, в магазине. Лавка удачи у нас. Что-то новенькое. 10 лямов золота. Розовый свиточек. 15. Знаки путешественника. Ролить не буду, у меня жемчуг чуть-чуть заканчивается. Поэтому я пока сами рольте, как говорится, делитесь в комментариях впечатлениями. Я вот всегда вам показываю, и вот это вот мне никогда не падало. Так, что по магазину? По самому магазину. Набор для лавки удачи 10 покупок за 800 жемчуга. Реликвии удачи. Лавка удачи 2. Лавка удачи 1. Тут лавка золота, это опять у нас на фею. Штучка. Так, ежемесячный набор 2 плюс 2. То есть, покупая 2 штучки, ты получаешь еще 2 в подарок. При покупке 2 раза в месяц можно получить еще 2. Такая вот интересная акция. Если кому-то нужна помощь с донатом в BDM, либо в какую-нибудь другую мобильную игру, либо там в какой-нибудь, не знаю, другой лаунчер, то напишите мне в Дискорде, я разберемся, могу я вам помочь или нет. Если да, то как. Набор Хана и Кутума. Как говорится, доната много не бывает. Ежемесячный набор для брошки, естественно. Еще для брошки. И примачок. Все. Особо прям такого для простого обычного геймера, который не живет, не питается донатом, в принципе, тут ничего такого интересного и нет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего фарма. Удачного кача Хасашин. Делитесь, кстати, впечатлениями, как вам этот класс. Понравился визуально, не понравился. Стилистика, может быть, скиллы, какие вы там будете пересаживаться, не будете. Интересно узнать, насколько класс вышел удачный, что люди будут на него пересаживаться. Хорошего дня всем. До связи, до встречи. В следующих видосах пока. Продолжение следует...